Субтитры создавал DimaTorzok В тот же день Елена Лукаш сказала, что зачем меня было задерживать? Я жила в Киеве полтора года. Она выразила недоумение, почему она вообще была в международном розыске, когда она находилась в Киеве. И помню еще СБУ распространило такое видеообращение непосредственно Елены Лукаш, которое она записала или с ней записали в машине, где она подтверждает, что это там было 5 ноября, а она там-то, там-то. Ну это мне, конечно, напомнило вот этот вот эпизод, когда террористы дают заложникам еще бы газетку в руки, да, скажите, кто вы, что вы, и что с вами все хорошо, и какие требования к обратной стороне. Ну никаких требований Елена Лукаш тогда не озвучивала. В итоге Елена Лукаш, суд приговорил ее к домашнему аресту, залог там 5, то есть ее выпустил потом по домашнему аресту, залог 5 миллионов гривен. Господин Новинский, ну бывший ее соратник по партии регионам, сейчас один из лидеров оппозиционного блока, внес эти деньги за нее. Елену Лукаш отпустили, правда, не сразу, но только вот 9-го часа ее таки отпустили домой. А за это время, как ни странно, знаете, появилась даже страничка в Фейсбуке, которая называется «Защита Елены Лукаш». Да, вот видите, «Защита Елены Лукаш». Ну, это очековано. Сторонников у этой страницы, ну лайков, или как это сказать, ну тем, кто нравится эта страничка, не очень много, пока что я это сегодня проверял 461, но вот там есть. И вот там вот теперь Елена Лукаш публично пытается тоже выстраивать свою защиту. Вот как она это выстраивает? Благодаря видеосообщению. Вот сегодня Елена Лукаш опять-таки была в Генеральной прокуратуре, и вот что она там записала. Пожалуйста. Я по-прежнему нахожусь в Генеральной прокуратуре по делу или делам, связанным с событиями на Майдане. На мое требование обеспечить видеофиксацию мне было заявлено, что на данный момент видеокамер для этого дела нет. Хотя свое ходатайство о видеофиксации процесса я заявляла несколько дней назад и сегодня прямо с утра. Моим защитникам запрещают проводить собственную видеофиксацию и обещают обеспечить видеофиксацию через несколько часов. Мои объяснения, что это дело резонансное, общественное, и есть много лиц заинтересованных в том, чтобы дело было широко облюдным, остаются без реагирования. Судя по всему, в публичности расследования этого дела мы его не заинтересовываем. Я продолжу поставить на видеофиксации процесса. Вот так мы и не знаем его. А где это видео снято? В прокуратуре. Я единственное хочу... То есть туда камеру ей дали? Нет, не камеру. Я хочу тоже обратиться, поскольку вы спросили, хочу обратиться к защитникам Елены Лукаш. Вы же можете держать телефон вот так, а не вот так, потому что потом полосы появляются, неудобно монтировать видео, размытое лицо. Держите вот так вот. Ну, лучше получается. То есть была, может ли, визнята? Ну, телефоном. Ну, просто конкретно была вот такая вот вертикальная полоса. То есть мы сняли просто телефоном, ее видеообращение. Это, в перерыве было. Еще одно видео она записала на лестничной клетке в Генеральной прокуратуре, но там было то же самое. Вот о чем вообще говорит тактика защиты Елены Лукаш? Мы должны, взагалі, розумляячи про такие справы, понимать, что справа лежит у двоих площадок, у юридичной и в политичной. И если мы с вами перейдемо выключно в юридичную, мы зайдемо в глухий кут. Поэтому нужно понимать, что тут будут певные нюансы. И сравнивать эту справу, процесс, наслідки, причины с обычными пересечными криминальными проведениями не можно. Потому что есть другие чиновники, которые, безусловно, влияют на эту справу. Если мы говорим про процессуальные порушения, про которые заявляет Олена Лукаш, то меня удивит и у меня нет ответственности на вопрос, почему правоохранные органы эти порушения делают. Потому что они хорошо знают закон, например, прокурорские следствия, СБУши, они хорошо знают. Значит, у меня тогда возникают версии, я же не святок, и вы не святок, мы знаем это из социальных мереж. Вот мы можем с вами высылать версии. Почему? Что до неи порушуется закон, почему ее не дают, цю відеофіксацию. Ну, вот варіанти таки. Первое, это то, что, знаете, у нас, оця безкарність абсолютно правоохранців, что они могут собі робить все, что хотят. Значит, первый вариант. Можливо, они настолько чувствуют оцю безкарність, что им немае разницы. Вот они просто порушуются, и все, вот так нахаблено. Другий вариант, это то, что они играют на користь захисту. Такое, возможно, потому что на тех посадах, где сейчас прокуратура, СБУ, это расследуют, позалишались те люди, которые колись были коллегами Олени Лукаш. Можут подигрывать, может, потому что захист на основе этого потом разобьет звинувачение. И третья версия, которая может быть, это то, что в таком способе плануется какой-то вплив, или певный тиск на Олени Лукаш. Например, я повернусь до попередней тези, что это и в политической площади лежит справа. Можут быть перемоги, которые не можно фиксировать. Можут быть обмен информацией, может быть певный шантаж. Я не говорю про физический тиск, но певный торг может происходить. Вот у меня такие версии. Отповедей нет, я надеюсь, что сама Олени Лукаш нам про это расскажет. Ну да, кстати, по поводу подиграть защите или не подиграть. Это опять-таки, чтобы просто меня прокуратуру... Так же, как в справе Корбана. Подиграли или нет? Защите? Так. Порушениями подиграли. Ну там вообще все очень сложно было. То есть 500 СБУшников, причем самые элитные подразделения, самое все лучшее вооружение начали... Але ж нема жилого... Взяли одного человека, взяли и посадили его сначала в машину, увезли в Киев. Тут у него были допросы. Его держали больше 72 часов, нарушив его права. Потом с одного суда его отпустили и сразу повезли на другой допрос. Как бы заново его взяли. В итоге Геннадий Корбан себя почувствовал плохо, говорили, инфаркт, не инфаркт. Правда, потом фотография, где он курит и пьет водку. Ну, водку мы не видим, чтобы мы видим, что стоит бутылка водки, что он курит. Если у вас сердечный присут, лучше этого не делать. Я вам скажу щиро, что затримание для будь-якої людини – это стресс. Это стресс. Я не дай бог, тюрьме я сумею никогда... Но просто эта фотография стала поводом многих спекуляций. Потому что сказали, ага, сердечный приступ, пьет водку, курит сигареты. То есть, в правовой стране можно зарекаться от тюрьмы. Да. Да? Так. Ну, я тогда не буду. И через то, что мы не правовая держава, мы замушены не зарекаться. К сожалению, да. Вот. По поводу подыграть защиту. Вот есть такой еще один персонаж эпохи Януковича, и не только Януковича, всем хорошо известный – Андрей Портнов. Вот он заканчивал свою политическую карьеру в Украине, будучи замглавой администрации президента. Он тоже вошел в санкционный список, то есть Украина попросила от Евросоюза, чтобы его туда включили. В Украине он находится в розыске, то есть его здесь очень ждут. Он, конечно, не спешит приезжать в Украину, но живет в Москве, как сам говорил, но и по Европе тоже может ездить. А недавно вообще в Люксембурге он выиграл суд против Евросоюза, не против Украины, против Евросоюза именно из-за того, что его вписали в санкции. Так вот, что самое интересное, что, как говорит Портнов, это создает определенный прецедент для всех остальных, которые в списке санкционных, и причем не только украинских, а всех остальных стран тоже. Потому что получается, что санкции, это, в принципе, ограничение неких прав, передвижение или владение тех же банковских счетов, если их замораживают. Так вот, Портнов говорит, и, в принципе, это решение суда, что говорит, что суд признал это решение политическим таковым, который противоречит базовым нормам того же Евросоюза. Я читала это решение, оно есть в интернете, сам Портнов его, до речи, выклал, есть французской мовой, но нет проблем сейчас перекласти это, там невеликое на одну сториночку решение. И я слушала прямую мову самого Портнова, и там есть, я спробую сейчас с разумілою мовою рассказать это нашим глядачам, потому что там есть такие юридические тонкости. И сам Портнов говорил про таке, что на него не могли накладать эти санкции, оскільки они накладаны как аре, как заморожение певных активов и майна, а в него такого немае. То есть вопрос, незаконность или неправомирность решения накладания, заморожения майна, потому что немаея майна, ну фактически где-то есть, но фактически немаея. Или все-таки то, что его вина не доведена. Вот тут для меня ответы еще немае. Портнов говорит как раз второе, что второй вариант, что просто не доказано в принципе его причастность к чему-либо. А его первые комментарии, которые также есть в интернете, есть на его сайте, как раз говорят про то, что накладали, потому что мусило быть майно, его не выявилось. В самом решении написано, что сняты не все санкции, там идет про заморожение, значит идет о разморожении этих активов, которых в него не выявилось. А как можно тогда разморозить того, чего нет? Нельзя и заморозить, но и разморозить тоже. Ну, по суті, відмінено попереднє решение. Але що стосується України, значит, на той момент, коли, я просто хочу нагадати глядачам, це був лютий-березень 2014 року, це були розстріли, це були смерті, це була втеча Януковича, це була дуже складна ситуація. І та влада, я розумію тих людей, які подавали оці подання до європейських органів про санкції, бо в той момент щодня потрібно було виходити на Майдан і щось казати людям, бо вони би рознесли і Верховну Раду, і адміністрацію президента, будівлю рознесли би вщент. Крім того, вивозилися там і вагонами, і літаками, чим хочете, гроші з України, потрібно було якось все це зупиняти, потрібно було повертати вже те, що вивезено. І ті люди, які прийшли до влади, вони не мали жодного досвіду, вони оце, що вміли, те робили. Але, ну це ж не Турчинов цим займався, цим займалися люди, які по квотах потрапили до прокуратури генеральної, які не мали відповідного досвіду таких справ. Але з тих пір, минуло півтора роки, і за ці півтора роки до того першого папірця вже можна було направити цілу купу доказів. Ось це ж і чого не хватило Євросоюзу, щоб виграти цей суд в Люксембурге? Доказати з боку України, яку вона не дала. Наші підставили, по-перше, Євросоюзу, що вони півтора роки бездіяли, нічого не направили туди. І друге дали, звичайно, підґрунтя для того, щоб всі інші чиновники подавали ідентичні позови. Я думаю, що щодо інших буде складніше, бо щодо інших такі там є докази певні. Але прецедент ганебний і репутація України зазнала втрат. Ми знову у ранзі тих країн, яким не довіряють. К сожалению, так. Та ж Єлена Лукаш, якщо повернутися до кема Єлена Лукаш, просто она сьогодні у нас буде такою белою нитью. Она ще просто там ще один людина. Бо у нас сутільний кримінальний провадж. Так, у нас Україна кримінальна, прямо бандитська Україна какая-то. Вона говорит, що в принципі тож, вона тож, в списках санкціонних, т.е. її активи, якщо вони у неї є, тож заморожені в Європейському Союзі. І вона тож собирается пойти по пути портного. Тож, вона говорить, правда, не совсем так, т.е. не через суды, т.е. дайте, вона просто через переговори с европейськими чиновниками буде тож добиваться отмены санкций против себе. Ну, окей, по поводу Елены Лукаш еще есть важный такой нюанс, на который обратил внимание коллега Юрий Бутусов. Вот супруг Елены Лукаш, он, вот мы сейчас видим фотографию, это Григорий Иляшов. Вот он, когда бежал с Украины, он бежал с Украины в должности главы службы внешней разведки. Человек, который, по идее, если он занимался своей профессией ничем-то другим в течение всего предыдущего периода, там, когда еще Янукович был президентом, он должен был, ну, предотвратить аннексию Крыма и предотвратить агрессию России на Донбассе. Каким способом? Ну, вовремя передать определенную оперативную информацию кому следует. Вот он или это сделал, или он этого не сделал, вот мы не знаем. Но проблема еще в чем? Он вообще не интересен правоохранительным органам Украины. Насколько вот тут говорили люди, он в Крыму был, потом понял, что за ним никто ничего, ну, его не ищут. Он вернулся в Киев. Понимаете? Мене дивует одно, что наша влада чомусь переслідует своих, вибачте за это уже слово, папередников, переслідует за какие-то корупційные дела, за то, что они там что-то из бюджета вымивали, но почему-то их не переслідует за посяганье на основе национальной безопасности Украины, что является абсолютно очевидным. Есть, по-перше, то, что про Крыму сказал, это абсолютно верно, то, что про Донбасс, это абсолютно верно. Через бездействие тех посадовых людей, которые обязаны были тогда принимать решения, мы, по сути, имеем окупованные территории. Но вы скажите, вот как юрист, да, вот, имеет перспективы добиться в суде справедливости по отношению к господину Иляшову? Ну, он, конечно, может быть ни в чем и не виноват. Ну, призвольствище невиновности все же, как-никак. Ну, а есть возможность... Я вам скажу знову, тут дві площади юридично-політично. Что мы говорим про політично? И мы зараз не будем называть это прозвище, а я говорю щодо всіх високопосадовців, які вчиняли злочини проти основ національної безпеки протягом 2013-2014 років. Про всіх. Включаючи місцеві, так, і Донецькі, і Луганські адміністрації, і Крим, включаючи, юридично, довести їхню вину практично немає проблем. Чому? Тому що є повноваження, є обов'язки, які повинен вчиняти посадовец, і є абсолютна відсутність прийнятих рішень. Є саботаж з боку місцевих влад, коли з Києва були певні команди, їх там не виконували. Не виконували, знову, місцеві високопосадовці, так. А був і саботаж з боку київських чиновників. Це довести дуже просто. От немає цих розпоряджень. Що стосується політичної площини, то ви повинні розуміти, що людина такого рівня, такого рангу, має дуже багато компроментуючої інформації секретної на тих людей, які при владі зараз. І, зазвичай, це не тільки українська тенденція. Це в усіх країнах так робиться. Навіть там, де зразкова демократія, щоб ви розуміли, і Штати, і Європа, зазвичай ведеться такий обмін чи торг. Якщо я маю інформацію на нинішнього, приміром, очільника розвідки СБУ, прокуртору, це не принципово. Чи там голови Конституційного суду, чи ще когось. То я мовчу, а мене за це не притягають до відповідальності. Я підозрюю, що такі торги відбуваються. І саме тому у дуже багатьох людей ми не побачимо на лаві підсудних. А це чому? А це тому, що після революції потрібно було повністю обнуляти владу, а не запускати туди тих людей, які були співучасниками чиновників режиму Януковича. Ну, смотри, то, що я слышав не тут, а в кулуарах, даже в нашій студії, то, що дали збіжати основним фігурантам і розстріла Майдана, то есть режиму Януковича. Почему? Тому що те в случае судебних розбирательств, а вони були б по-любому, то есть ніхто б не терпел би, Майдан б не стерпел би, що Янукович себе сидит в Межигор'ю просто, да, і молчит, що є такі подозрення, що між нынешній властью і предыдущим велися определені переговори, которые были не на пользу участников Майдана, скажем так. Та не лише перемовина. І торги шли, торги разного рода. Там же і гроші вивезли, і зрахунків знімали. І це не просто перемовина. Уявіть, я гіпотетично, керівник якогось відомства серйозного залишає Україну, але залишається його заступник. Хіба там повинні, він каже, там, Коля, Пєтя, Вася, твої 10% мені на один день зніми арешт, я кошти вивезу. Ну, це просто вирішить. Я думаю, що навіть не просто перемовина, просто такі телефонні дзвінки були. То все по-простому було, даже так. Ну, теж може бути. Ну, хотя там, то, що мені говорили, що був страх іменно зі сторони тих, хто зайняли найважній должності, що їх можуть неправильно зрозуміти, тому що, видать, там же ж якісь торги шли на банкові, в найкритичній момент. Але дуже дивно, чому оцей майданівський генеральний прокурор так швидко пішов з посади. Хай би він оці всі речі пояснив. Бо саме при ньому, знаєте, тікали багато, вивозили. Да. Ну, тоді і у Кавакову теж є питання. І є питання до всіх. А у Кавакову є питання по поводу Одеси Большого. Як так Фучіджі, після того, що случилось 2 мая, потім був назначений головою області, ну, головою обласної міліції, і 4 числа з допомогою того же Фучіджі збігали всіх, кого із СІЗО Одеси, після всіх, кого задержали тоді на горячих слідах. Після чого ще й сам Фучіджі. Це проблема спонтанної революції. Якби наша революція готувалася заздалегідь, у нас би були певні люди, кадри, готові для того, щоб очолити владу. Але через те, що вона була спонтанна, то нею скористалися хто? Ну, типу опозиція. Але насправді це ті люди, які так само, ну, політичні діти кучми. Ну, так, і ми, звісно, так удивляємося, чому вони не роблять те, що обіцяють. Ну, чого? Пам'ять коротка, що ли, у нас всіх? На рахунок цього у мене є взагалі дуже така свіжа відповідь, чого не роблять те, що обіцяють. А тому що на вибори ходять тільки бабусі, подивіться явку, а бабусям багато не треба обіцяти. От для бабусь вони обіцяють. А для всіх інших ніби ніхто не ходить на вибори. Можуть бать і так. Ну, ще одна важлива тема, це каже ще одного судебного процесу, який приходить непосередньо в Києві в ці дні. Це каже розбирателіства, чи такого діла України проти Олександрова і Ерофєєва. Помнім, да, це ГРУшники Російської Федерації, які були взяты плен. І давайте посмотрим видео якраз із судебного засідання. Відповідальний розгляд кримінального провадження відносно Олександрова і Ерофєєва вважаємо відкритим. Перебуваючи на тимсу в окупованій території України, а саме Луганської області, у період з 26 березня по 16 травня 2015 року, Ерофєєв та Олександров, діючи вмисно за попереднію змовою між самбою, з пітою сприяння діяльності терористичної організації Луганської Народної Республіки, виконували завдання зазначених вищих службових осіб Збройних сил Російської Федерації щодо ведення бойових дій, здійснення розвідувательної диверсійної діяльності проти підрозділів українських військових формувань на території України. Ну, я думаю, що прокуратура буде просити, приговорити к максимально можливому, з учетом того, що, якщо ви заметили по обвинительному акту, все обвинення в різних статтях імеють одну і ту ж мотивування, що, в принципі, само по себе, ну, нелогично, і терати, введення агресивної війни, і перенесення оружія, і її хранення, і носення, і так далі. Тобто, один і той же текст у них розложен на різні статті Уголовного кодекса. Сторонне обвинувачення визначено, що Єрофеєв є військовослужбовцем Російської Федерації, це визначено зі змістом обвинувального акту. Таким чином, Ваша честь, вважаю, за необхідне звернутися до шановного суду з попитанням про визначення, все ж таки, статусу мого підзахисного. Слід таки визначити права військовополонених. Питання щодо визнання або надання статусу військовополонених або будь-якого іншого статусу не лежить в площині і не є предметом зазначеного судового розгляду і задоволеним відмови. Цього вам не можу зараз сказати. Я вам лише відмітив те, що зазначено в обвинувальному акту. Тобто ви не визнаєте себе винними за статтями, по яких вам пред'явлено обвинувачення. Ні по одній статті, яку я оголосив. Ну, от ми видим, що господин Єрофеєв говорить, а на яких основах ви говорите, що я военослужащий? Ну, я не знаю, смотрит ли он нас, але те, у кого появились сомнення, а вдруг он правда не военослужащий? Вот посмотрите это. Я громадянин России Ерощенев Евгений Владимирович. проживаю в городе Тольятти, я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Майор військове звание капитан, должец, командир групи. Служу в 3-й отдельной гвардейской бригаде в местной дислокации в городе Тольятти. Я, конечно, могу понять. Во-первых, повторяюсь, почему от меня отказались, как от военного, ну, я еще пока гражданин своей страны. Как бы хотя бы пока от гражданина, как от меня не отказывайтесь. Знаю точно, что, не то, что знаю, догадываюсь, предполагаю, что там вряд ли я скажу спасибо. За все. Как бы меня предупреждает то, что там, возможно, будут проблемы. Кто предупреждает? Ну, место, скажем так, с кем. Ну, неважно, в общем, предупреждают. Вот такие дела происходят. Вы должны зрозуметь, что в процессе, зазвычай в криминальном, поэтому, когда в справу вступает адвокат, подозреваемый, изменяет свои показы, потому что там появляется новая стратегия захиста, там еще что-то. Это классическая история, просто наша уважа надмирно прикута до этой справы. Понимаешь? Вот. Но это изменение собственных свидетельств. Это очень часто дело в криминальном суде. И как они, вот, окей, ну вот возьмем даже не конкретно этот эпизод, потому что, ну, посмотрим, как суд будет разбираться. Ну, наверняка в практике судебной, мировой есть аналоги. Вот человек поменял свои показания. А суд берет это во внимание или как? Решение же не будет обгрунтовано лише оцими его останними показаниями. Більше того, судовая практика в Украине стоять на том, что если человек протягом досудового и судового расследования декілька разів заменяет свои показания, то, зазвичай, берутся до уваги у тих самих первых показаний. Вот. Але вони ж мусять все одно чимось підкреплюватись. Я думаю, просто, ну, вы зрозумите, это секретная справа, и мы не маем на руках все материалы. Я думаю, что есть подтверждение не только его показа, что он військовый. Вот. Я думаю, что там есть. З ними была певная работа. Насколько мне известно, из открытых джерел, что Ерефеев и его… Александров. Александров. Так. З ними была проведена разговора, и они достатньо видали информации, которая интересовала нашу сторону. Вот. Тому россияне и отмолируются от них. И на судовом процессе, когда это все публично, они уже не будут все это говорить, но я думаю, что это зафиксировано. А вот последний вопрос, и потом наше время, к сожалению, заканчивается. Вот чисто юридически. Вот мы говорим, что возможен обмен, об этом говорит, вот, Александрова Ерофеева на Надежду Савченко. Единственное, говорят, что изначально должны тут они получить обвинительный, ну, не обвинительный, приговор суда. Вирок, какой-то приговор суда. И тогда их можно будет обменивать. Ну, на каких основаниях мы обмениваем? Если они получают вирок, и они, и Надія Савченко, то немае сенсу жодного в обмене. Потому что между Украиной и Россией подписана угода про співпрацю. Она еще не расторгнута? Нет, вона дьюча. И, соответственно, людина, яка є громадянином Росії, но покарана в Украине, может продолжить отступление своего покарания на территории Росии. Для этого нужны не такой высокий уровень перемоги и обмена. Это уже нормальная процедура. Вот, если бы их до выроку обменивали, это уже необычная ситуация. Но Надежда Савченко здесь сидеть не будет? Я так понимаю, они тоже не будут сидеть в какой-то колонии России? Нет, может быть и будут, но скорее в ГУЛАГе как-то. Про это не знает никто на сегодняшний день. Я думаю, что нема кінцевой ответственности даже у Володимира Володимировича. Потому что все решается по ситуации. Это зависит от того, что, например, сейчас перемирие, которое, ну, кволо, но как-то там просувается. Кожный крок мает реакцию с другой стороны. Поэтому невидимо на тот момент, когда он согласится обменивать Савченко, какие кроки будут с нашего боку, какие кроки с боку Европы, Америки будут. И, я так думаю, чи не распадется уже на тот час Росия? Может нам взагалі не нужно уже будет договориться? Ну, поживем увидим. Много интересного. Никогда не думаю, что суды будут настолько занимательны. Думаю только в сериалах, а в жизни тоже. Спасибо, Ани Майлер, за эту беседу. Оставайтесь с нами.